МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Время новостей» в студии Алла Матюханова. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Готов на 25% в Лазаревском районе строят дом для жителей аварийного жилья. Когда новоселье? Повышение цен. Прямые рейсы из Тель-Авива в Сочи стоят в два раза дороже, чем с пересадками. Как улететь? Очень любит сыр. В Сочи задержали мужчину, ворующего в магазине. Подробности об этом в сводке ЧП. 12-этажный дом для переселенцев из аварийного жилья возводят в Лазаревском районе Сочи. На сегодняшний день готовность объекта 25%. Но темпы строительства ударные. В месяц возводят по три этажа. Таким образом, к концу декабря возведение корпуса здания завершат. На месте строительства побывал глава Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что строительство жилья для переселенцев в год архитектуры проводится при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Программа в целом по городу Петр Ильич будет продолжаться. Опыт есть. Поддержка сегодня нашего губернатора Вениамича Кондратьева по постройке домов для аварийного переселения. Они будут строиться в такими темпами, хорошими подрядными организациями, которые себя зарекомендовали большими темпами, с территориями благоустройства. Но в принципе у вас здесь со всех сторон прекрасный вид. Горы, море, река – все самое лучшее. Увидели, что это монолитный, надежный дом. Будет отопление. Будем жить, радоваться. Рядом будет школа, рядом садик. Планируется построить бассейн. Так что дети будут довольны. Прогулочная зона тоже рядом. Как бы все блага для житья. Все у нас здесь будет. В доме будет 106 квартир с планировкой от одной до четырех комнат. Уже заключены договоры на техническое присоединение объекта к водо-тепло- и электроснабжению. С января начнутся работы по внутренней отделке. Дом планируют сдать к середине весны следующего года. Стоимость перелета из Толя-Вива в Сочи заметно выросла. Такие данные сегодня показывал онлайн-сервис по поиску и покупке авиабилетов. Цена билетов на ближайшие рейсы была около 200 тысяч рублей. Стоимость перелета с авиакомпанией «Азимут» 11 октября колебалась на отметке в 162 тысячи 800 рублей. Плюс дополнительные 50 тысяч 300 рублей за багаж. Причем сегодня к полудню были доступны всего три билета. Между тем пассажиры, готовые согласиться на пересадку, могут избежать некоторых дополнительных расходов. Например, «Азимут» предлагает рейс на 15 октября через минеральные воды по цене 88 700, не считая 26,5 тысяч за багаж. До эскалации конфликта на Ближнем Востоке билеты из Израиля в Сочи были более доступными. В октябре билеты на авиарейсы традиционно стоят дешевле, чем в другие месяцы. На строительство трассы Джубга-Сочи выделят 150 миллиардов рублей. Эти средства передадут «Автодору» в ближайшие три года. Так, в 2024 году компании планируется выделить 59 миллиардов рублей, в 2025 – 55, а в 2026 году – 43 миллиарда рублей. Напомню, ранее говорилось, что строительство скоростной трассы Джубга-Сочи, которая станет дублером существующей загруженной дороги А-147, обойдется примерно в полтора триллиона рублей, если исходить из текущих цен. Четырехполостная дорога пойдет в обход береговой полосы и городской черты. В рамках проекта построят три обхода городов. Третью очередь – обхода Сочи, обход Туапсей и обход микрорайона Лазаревская. Они разгрузят дороги и повысят мобильность крупнейших городов Черноморского побережья. В январе глава «Автодора» заявил, что строительство новой трассы между Джубгой и Сочи планируется закончить к 2028 году. Суд отказался запрещать работу Яндекс.Такси в Краснодарском крае. Иск подало Министерство транспорта региона с требованием пересмотреть дело о запрете работы агрегатора на территории края. Это единственный из семи агрегаторов, деятельность которого власти не смогли через суд признать незаконной. Эксперты считают, что предыдущие решения судов фактически утратили свою актуальность с 1 сентября, когда вступил в силу новый закон о такси. Настойчивость Минтранса в обжаловании решения по Яндекс.Такси они объясняют невозможностью пока обеспечить контроль выполнения нового закона и желанием продемонстрировать агрегаторам серьёзность намерений по надзору за их работой в будущем. Однако суд пояснил, что Министерство появления новых обстоятельств обосновало недостаточно. Минтранс края инициировал судебные процессы в отношении всех семи агрегаторов такси, которые работают на Кубани. Ведомство пыталось признать их деятельность незаконной и требовало запретить, поскольку компании по факту диспетчерские службы перевозчиков, которые передают заявки не имеющим спецразрешения на перевозку пассажиров лицам. В результате суд признал деятельность всех агрегаторов, кроме Яндекс.Такси, незаконной, сообщает коммерсант. В Сочи сохраняется прохладная погода, но метеорологи прогнозируют потепление. Уже с 12 октября столбик термометра начнёт расти, и к выходным он поднимется до 24 градусов. При этом сохраняется опасность образования смерчей на побережье. Этим погодным явлением особенно обеспокоены туристы. Причину их появления у берегов Сочи объяснили в гидрометцентре России. Всё дело в том, что сейчас вода в Чёрном море на 2-5 градусов теплее, чем воздух. Это создаёт условия для формирования смерчей. Они возникают в результате мощных вторжений холода на Кавказ. При температуре поверхности моря более 20 градусов. Прежние годы над Черноморским побережьем Краснодарского края фиксировали около 40 смерчей разного размера в год. Наибольшая частота смерчей за последние годы отмечалась в окрестностях Центрального района города Сочи и в районе города Туапсе. Почти все смерчи возникают в тёплый период с мая по октябрь. Особенно интенсивно в августе-сентябре. При максимальном прогреве морской поверхности. Большинство смерчей распадаются в море, не достигнув побережья. На улице Виноградной произошла трагедия. Как говорят очевидцы, мужчина в нетрезвом виде скинул с лестницы свою спутницу. Женщина осталась жива, но получила множественные травмы. Медики оказали пострадавшей первую помощь. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. А сейчас более подробно о том, что произошло на курорте в минувшие сутки. В Хостинском районе на улице 20-й горно-стрелковой дивизии загорелся частный дом. Не обошлось и без пострадавших. В пожаре мужчина получил ожоги, когда пытался тушить его самостоятельно. Огонь потушен пожарными. Но, по словам очевидцев, дом горит не первый раз. 26-летний администратор отеля перед увольнением забрал выручку из сейфа в размере 148 тысяч рублей. Он положил деньги в мусорное ведро, вышел с ним на улицу и больше не вернулся. О пропаже денег в полицию сообщила владелица гостиницы. Полицейские задержали молодого человека в аэропорту при попытке уехать в родной город. Похищенные им деньги изъяты. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В одном из супермаркетов поймали мужчину, который украл около десятка кусков сыра. Сотрудница магазина заметила злоумышленника на камере видеонаблюдения и заставила его вернуть украденное обратно. Это время новостей на телеканале «Сочи-24». Смотрите во второй части программы. В России появился единый налоговый платеж. Что это такое и как случайно не стать должником? Эксперт разъясняет в эксклюзивном интервью. «Мы вместе» – выставка, приуроченная к первой годовщине вхождения в состав России новых регионов, открылась в Музее истории. Что на стендах? Без преград. Южный фестиваль адаптивных видов спорта собрал участников СОВЗ из разных уголков страны. Как прошли соревнования? Об этом и о многом другом сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Приглашаем на обучение с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Оплата после итоговой государственной аттестации. Наш сайт openvuz.org Профессиональная диагностика и лечение женских проблем. Клиника УРОПРО. Острую боль невозможно терпеть? Алмак Плюс – современный медицинский аппарат, действующий на очаг поражения. Три режима работы магнитного поля Алмака Плюс способствуют усилению кровотока, снятию отека, боли и воспаления. Алмак Плюс – молодость для спины и суставов. Только сейчас приобретайте аппарат Алмак Плюс по сниженной цене в аптеках «Адонис». Архитектурное бюро «Бумерон». Дома готовые и под заказ. Все дома от «Бумерон» построены по всем строительным правилам и имеют положительное экспертное заключение. Выбрать дом можно на бумерон.ру Все профессиональные монтажники приобретают сантехнику в магазине «Теплоход». А ты – профи? Тогда в магазин «Теплоход». Условия лучше, цены ниже. Приреченская 2-4. Магазин «Теплоход». К сантехнике особый подход. Лечим геморрой любой степени сложности. Клиника «Уропро». 300-04-79. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Живи с нами в одном ритме. На одном дыхании. В одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на Макс ФМ. Время новостей в эфире в студии Алла Матюханова. И мы продолжаем. Владельцы недвижимости, транспорта и земельных участков уже получают налоговые уведомления с начислениями за 2022 год. Что делать, если квитанция к вам не пришла? Какие изменения могут появиться в суммах налога? И какое наказание ждет тех, кто не оплатил налоги в срок? Об этом мы не только. Поговорили в студии программы подробно. И вот фрагмент интервью. Если раньше мы уплачивали налоги, соответственно, по разным реквизитам, это, ну вот мы будем говорить, транспортный налог отдельно, земельный налог отдельно, налог на имущество физических лиц отдельно, то с этого года у нас единое налоговое уведомление, где перечислены расчеты по всем налогам, но счет один единый для уплаты. То есть это как такой своеобразный электронный кошелек. Гражданин уплачивает одну сумму, и уже с этого счета налоговые органы самостоятельно распределяют по налоговым обязательствам суммы, необходимые по каждому налогу. Но он же видит, на что пошло, например, вот это за то, что за землю, например, вот это за машину. То есть нету такого, что там общую сумму выставили и все. Нет, конечно, в налоговом уведомлении указаны каждый налог отдельно, перечислены объекты, перечислены суммы по каждому налогу, соответственно. Полную версию программы подробно смотрите сразу после выпуска новостей. Также она доступна в наших ВК-видео «Сочи-24». «Мы вместе, не хватает только тебя». Так звучит название выставки, открывшейся в Музее истории города Сочи. На стендах десятки фото и образцы продукции, которые добровольцы отправляют в зону специальной военной операции, оказывая помощь жителям Донбасса и участникам СВО. В периоды нелёгких испытаний, выпадающих на долю народа и страны, победа над врагом одерживалась благодаря героизмам бесстрашных защитников, а также поддержке, которую обеспечивал тыл. Сегодня, как никогда, важно и нужно говорить о волонтёрском движении, милосердии и помощи своим соотечественникам. Мы будем постоянно здесь встречаться и с молодёжью, и со школьниками, потому что это очень важно, рассказать о том, как это происходит, ту самую историю, ни в коем случае не переврать и не позволить её никаким образом исказить. По поручению Алексея Сергеевича Копогородского, главы города, культура принимает активное участие в праздновании 80-летия, освобождение Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Собранные в музее экспонаты выставки рассказывают о помощи сочинцев, включившихся в общероссийские движения. Одним из них является группа «Поможем нашим». Её координатором и основателем стал волонтёр Василий Кисленко. Занимаемся в основном поставкой снаряжения ребятам по заявкам. Приезжаем, привозим, спрашиваем, что надо. Они дают нам список, мы по списку отрабатываем и так по кругу. Стоит отметить, что очень важно участие каждого, ведь для бойцов любая помощь огромна и неоценима. Администрация города также занимается сбором и отправкой в зону проведения специальной военной операции огромной помощи гуманитарной. Это партия «Единая Россия» и маленькие волонтёрские организации. Среди экспонатов выставки – предметы военного снаряжения, экипировки бойцов, фото и видеоматериалы и образцы продукции, изготавливаемой добровольцами в зону СВО. Выставка ещё и о том, что каждый житель нашей огромной страны может стать волонтёром, сделать доброе дело и сделать серьёзный шаг на пути помощи нашим бойцам. Ксения Синявская, Валерия Сачи, Дмитрий Коварков. Время новостей. Горнолыжный сезон в Сочи может начаться уже в ноябре. Такое предположение высказали специалисты одного из горных курортов. Первый снег выпал в горах 9 октября. На курорте «Красная поляна» на отметках выше 2200 метров, а также в уникальной горноклиматической зоне «Цирк-2». Температура воздуха здесь плюс 2 градуса. В то время как на побережье средняя температура днём плюс 17. За два дня в горах выпало около 2 сантиметров снега. Несмотря на то, что покров пока недостаточно плотный, специалисты уверены, предстоящая зима порадует любителей горных лыж и сноуборда. Напомню, в прошлом горнолыжном сезоне Сочи посетили 630 тысяч человек. Склоны всех курортов ежедневно посещали почти 14 тысяч любителей активного зимнего отдыха. В Сочи прошёл Южный фестиваль адаптивных видов спорта. Участники состязания – люди с ограниченными возможностями здоровья. Из Краснодарского края, Москвы, Челябинска и Пскова. Они продемонстрировали свои умения в соревнованиях по паралимпийской выездке и другим видам спорта. Самому младшему участнику исполнилось 8 лет. Самому старшему – 35. Южный фестиваль адаптивных видов спорта прошёл на территории и по центру «Маргаритта» при поддержке администрации города Сочи и департамента спорта. Он объединил спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из разных уголков России. По поручению главы города Сочи Алексея Сергеевича Копогородского создаются условия для занятий физической культурой и спортом различных групп населения, также для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это важнейшее дело, способствующее самореализации и самовыражению инвалидов, детей инвалидов, вовлечению их в общество. И, конечно, это приносит большие плоды. В соревнованиях приняли участие 65 человек. Самому младшему спортсмену – 8 лет. Все участники выступили по программе «Паралимпийская выездка» и «Специальная олимпиада». Именно конный спорт, по словам ребят, дает возможность почувствовать себя свободными, независимыми от окружающих. Я сталкивалась вообще с ипотерапией. Мама услышала о способе реабилитации ипотерапия, а там прошло время, и тренер предложил съездить на соревнования, и плавно-плавно это перешло в конный спорт. Для меня спорт – это общение, физическое развитие, ну и реабилитация. Поддержать участников фестиваля приехал абсолютный чемпион России по паралимпийской выездке Олег Бурмистров. На своем примере с тяжелой формой ДЦП он показывает, что можно стать лучшим в своем деле. Помимо конного спорта, в рамках фестиваля прошли и другие мероприятия. Также для ребят у нас представлены, да, поскольку это фестиваль адаптивных видов спорта, еще четыре адаптивных вида, они у нас проходят в режиме мастер-класса. Это водный волейбол, бочи, дартс, лазерный биатлон. По окончании фестиваля все участники получили грамоты и кубки. Валерия Асачи, Алла Матюханова, Дмитрий Говорков. Время новостей. 15 октября отмечается Всемирный день борьбы против рака молочной железы. В России эта болезнь среди золокачественных опухолей занимает первое место. Эффективность лечения зависит от стадии. Первая дает шансы на выздоровление почти в 96% случаев. С какого возраста и как часто женщинам необходимо посещать маммолога? Бывает ли онкология груди у мужчин? И где в Сочи можно пройти качественное обследование? Более подробно расскажет Асаль Тулегенова. В медицинском центре Армед можно пройти полное обследование молочных желез, в том числе с имплантами. Для комплексной диагностики используют единственный на юге России современный маммограф фирмы Сименс, который оснащен новейшими функциями. У нас сейчас в настоящий момент тенденция идет к мультимодальности. Что такое мультимодальность? То есть это исследование идет маммографическая диагностика, лучевая диагностика. Здесь же присоединяется диагностика томосинтез. Это тоже относится к лучевой диагностике. Контрастная маммография, лучевая диагностика. Корбиопсия – это взятие материала. Это молочная железа. Все это рентген-диагностика. Особенно подвержены риску женщины в возрасте 40 лет и старше. Ранее диагностика позволяет обнаружить болезнь на начальных стадиях и вовремя назначить лечение. По статистике, выживаемость на первой и второй стадии составляет 97%. А вот уже на третьей и четвертой в два раза меньше – 45%. В клинике также можно сделать МРТ. Это обследование считается абсолютно безвредным. МРТ в основном также применяется при пластике молочной железы. То есть, когда проведена логиняционная маммопластика, то есть, установлены импланты. Единственным достоверным методом оценки этого импланта – повреждение его, развитие фиброзных капсулитов, развитие воспалительного процесса вокруг импланта. И также только на МРТ можно установить достоверно, что на фоне импланта есть раковая опухоль. То есть, ни на каких других методах гиагностики достоверно это не визуализируется, только на МРТ. Что вас беспокоит? Какие вас жалобы? Жалобы нет, ничего не беспокоит. Пришла для профилактики. Отлично, замечательно. Давайте посмотрим. Профилактические обследования или УЗИ груди врачи рекомендуют проводить с 30 лет. В нашем центре появился новый ультразвуковый аппарат экспертного класса, который позволяет проводить маммографическое исследование с применением эластографии. Эластография – это метод, который позволяет определить степень жесткости образования и его эластичности. Что, в свою очередь, помогает врачу-мамологу дифференцировать образование, доброкачественное либо злокачественное. От рака груди также страдают и мужчины. Поводом обратиться к маммологу служат уплотнение или увеличение молочных желез. Полное обследование можно пройти всего за пару часов. До конца октября в медицинском центре «Армет» на маммографию будет действовать скидка 20%. Клиника находится на улице Гагарина, 19А. Работает с 8 утра до 8 вечера ежедневно. Асальту Легенова, Ксения Синявская, Дмитрий Говорков. Время новостей. На этом у меня все. Самые актуальные новости курорта в нашем телеграм-канале «Сочи-24 ТВ» и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp. Его номер на вашем экране. Информационные вещания нашего телеканала продолжают выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. Это один из наиболее пострадавших районов, куда боевики «Хамас» зашли в субботу во время массированной атаки на Израиль. До освобождения Кибуцк-Фар-Аза на юге страны, близ границы с сектором Газа, был наводнён боевиками. Сюда вместе с военными Цахала прибыли и иностранные журналисты. Они наблюдали за поиском тел погибших. «Мы видим детей, матерей, отцов в своих спальнях, в их защитных комнатах. Видим, как террористы их убили. И это не война и поле боя. Это резня, террор. Можете сами посмотреть. Такого я в жизни не видел». По территории Кибуца разбросаны тела и убитых боевиков, а также обгоревшие автомобили. Сейчас появилась возможность убрать все тела. До этого тут работали сапёры, поскольку «Хамас» повсеместно минирует останки жертв. В этом Кибуце в основном жила молодёжь. «Это место подверглось жестокому нападению. Людей убили. В них стреляли из гранатомётов. Боевики всё сожгли, чтобы никто не выбрался живым. Вы можете видеть эту жестокость». Подобные картины можно видеть и в других кибуцах близ границы. Например, в одном из них нашли около ста тел убитых гражданских. Этой паре удалось выжить. Она больше 20 часов пряталась с маленьким ребёнком в комнате безопасности. Потом военные их спасли и под покровом ночи вывели в безопасное место. В то время это всё ещё была зона активных боевых действий. «Когда армия пришла в наш дом, мы не знали, что это армия. Мы просто слышали, что в дом вошли люди. Они выломали дверь и стали выбивать дверь нашей комнаты безопасности. В тот момент я подумала, что нам конец. Мы сидели там с нашим невинным спящим ребёнком и просто не знали, что делать. Но когда мы увидели, что вошли наши солдаты, мы просто бросились их обнимать. Потом я начала дрожать всем телом и не могла остановиться». Ожесточённые бои между Хамас и Израилем продолжаются. Во вторник из сектора Газа в сторону израильских городов снова летели ракеты. А израильская армия наносила ракетные удары по базам боевиков на территории Анклава и готовилась к наземной операции. Также по северной границе Израиля вёлся обстрел с юга Ливана и Сирии. Число погибших в результате атак Хамас в выходные уже превысило тысячи человек. Жертвами в подавляющем большинстве были гражданские, застреленные в домах, на улицах и на музыкальном фестивале под открытым небом. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате ответных ударов Израиля по состоянию на вторник погибло по меньшей мере 830 человек. Сильное наводнение в столице Камеруна, городе Яунде. Сообщается о 27 погибших. Ещё 50 человек получили травмы. Жертв может стать ещё больше. Спасатели продолжают поиски среди обломков и ила. Некоторые тела унесло далеко, и их нашли на расстоянии более 100 метров от дома. Некоторых тел вообще не видно. Пожарные их выкапывают. Бедствие вызвали проливные дожди. Потоки воды сносили целые дома. Нас было четверо в комнате, и мы пошли на шум. Я открыл дверь, чтобы посмотреть, что происходит. И не знаю, как это объяснить. Всё было очень быстро. Поток ворвался во все комнаты. Уцелела только гостиная. Власти сообщают, что наводнение снесло не меньше 30 жилых домов. По словам чиновников, они были построены в зоне, где строительство запрещено. Мои соболезнования семьям погибших. Пожалуйста, следуйте инструкциям по строительству. Если в этой зоне нельзя строить дома, то не строите. Бедствие случилось из-за того, что люди заняли русло реки. Наводнение в Камеруне в последние годы происходит чаще, чем раньше. В Яунде они усилились после того, как прорвалась дамба на Искусственном озере. У властей есть план по сносу домов в зоне риска. Они говорят, что многие дома, пострадавшие в ходе последнего наводнения, как раз подлежали такому сносу. Более 75% неизвестных растений, которые ещё предстоит открыть, уже под угрозой исчезновения. К такому выводу пришли учёные в ходе исследования. По их мнению, почти половина всех известных видов цветковых растений также может оказаться под угрозой. Свои выводы британские исследователи изложили в докладе «Состояние растений и грибов в мире в 2023 году». Это ежегодный глобальный обзор, который проводят учёные Королевских ботанических садов Кью. «Мы знаем, что почти половина всех известных нам видов находятся под угрозой исчезновения – 45%. А те, о которых мы не знаем, подвергаются ещё большему риску. Мы считаем, что каждые три из четырёх неописанных видов находятся под угрозой исчезновения». Исследователи изучили взаимосвязь между риском исчезновения и годом открытия растения. Обнаружили, что 77% видов, описанных в 2020 году, уже находились под угрозой. Теперь исследователи говорят, что все неописанные виды по умолчанию нужно причислить к категории исчезающих, если не доказано обратное. «Представьте, что в будущем мы лишимся половины существующих лекарств, поскольку исчезли растения, из которых их производят». Первый доклад о состоянии растений выпустили в 2016 году. В нём предупреждали, что каждый пятый вид растений в мире находится под угрозой исчезновения. Среди угроз называли сельское хозяйство и лесозаготовку. При этом каждый год в мире обнаруживают около двух тысяч новых видов растений. Учёные считают, что сохранение растений в их естественной среде произрастания должно быть глобальным приоритетом. Впервые за свою историю Женевский автосалон проходит не в Швейцарии. В этом году его принимает столица Катара. В престижном мотор-шоу участвуют более 30 именитых брендов. От Toyota и BMW до Lamborghini и McLaren. Десятки машин расположились в выставочном центре Дохи. Его площадь – 10 тысяч квадратных метров. Запланированы 10 мировых премьер. Ещё 20 новых моделей впервые представят на Ближнем Востоке. Мероприятия пройдут и на других площадках города, включая Национальный музей Катара. «Мы пришли с идеей создать с нуля новое шоу, которое станет больше, чем просто выставка. Поэтому мы проводим автосалон в форме фестиваля. Его сердце находится здесь, в залах выставочного центра. Но мероприятия также пройдут в пустыне, на трассе и в городе». Порше демонстрирует концепт-кар Mission X. Это его дебют на Ближнем Востоке. «Это наш гиперкар. Он полностью электрический. Пока не решено, встанет ли он на конвейер. Но мы хотим продемонстрировать здесь то, к чему ведёт будущее». А этот бледно-голубой автомобиль – дань знаменательной годовщине легендарного спорткара. Порше 911 празднует 60-летие. «Этот автомобиль построен на основе модели 911 GT3 RS. В нём 525 лошадиных сил». Телеканал «Сочи-24» приглашает провести вечер за просмотром французской комедии «Жандарм на прогулке» с несравненным Луидой Финессом в главной роли. «Перекратите, нас сразу узнают». «Ну, шеф, это чтобы создать атмосферу». В жизни жандарма Крюшо наступает трагический момент. Начальство считает его старым и отправляет на пенсию. Крюшо запирается в роскошном замке своей жены и предаётся депрессии. Но не тут-то было. Бывший шеф Жербер приезжает в гости к подчинённому. И уныние и скука отступают прочь. Как ему это удалось, узнаете, посмотрев фильм в этот четверг, 12 октября в 21.00 на телеканале «Сочи-24». Сочи-24 Сочи-24